Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Псалтирии. И сегодня мы будем читать 78-й псалом, это небольшой псалом, здесь 13 стихов. Главная тема этого псалма — это уничтожение Иерусалима и уничтожение Иерусалимского храма. То есть это такой пророческий псалом, где как бы вот эти события, они и предсказываются, и описываются. Этот псалом составляет продолжение перед 76-м и 77-м. То есть он как бы продолжает те темы, которые там начались. Значит, надписание этого псалма по септуагинте — псалом Асафа, по церковнославянски псалом Асафу, и по еврейскому будет псалом от Асафа. То есть надписания они совпадают. И начал этого псалма по греческой септуагинте, который является исходником для церковнославянского. «Боже, пришли язычники в наследие Твое, осквернили храм святой Твой». «Боже» — это обращение к божественному правосудию. То есть человек, как бы говорит, судья, рассуди. И, иначе говоря, писатель этого псалма, как бы говорит, будучи Богом всесильным, как мог ты сдержаться и допустить, чтобы в Твое владение вторглись чужие племена? Действительно, такой вопрос возникает перед нами, когда, например, в 1812 году православная Москва была сожжена Наполеоном, а во время Второй мировой войны Адольф Гитлер, который уже стоял под Москвой, не смог взять советскую столицу. А почему так происходит? Возможно, что все зависит от того состояния, в котором пребывают люди. Поэтому этот псалом, он вообще говорит о сложных временах, когда наши святыни оказываются в поругании. «Превратили Иерусалим в овощное хранилище, повергли трупы рабов твоих в пищу птицам небесным, тела преподобных твоих зверям земным». Но многие застали времена, когда храмы были овощными хранилищами, особенно сельские храмы, закрытые, их использовали как овощное хранилище. В советский период это было повсеместно. «Пролили кровь их, как воду, то есть верующих, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их». Почему сказано «вокруг Иерусалима», а не «в Иерусалиме»? Имеется в виду те герои-богатыри, которые пытались защищать святой город. «Мы стали поношением для соседей наших, посмешищем и поруганием у окружающих нас». То есть как бы притчи воязыцы. Давайте посмотрим, как это с еврейского. «Мы поруганием стали для наших соседей, насмешкой и глумлением для окружающих нас». Действительно, огромное количество есть анекдотов, где говорится о евреях. И вот это отношение языческих племен, народов. И есть всякие такие каверзные шутки по поводу христианского духовенства, по поводу верующих. И это как бы общая судьба всех верующих, будь то в Ветхозаветной церкви, будь то в Новозаветной церкви. Мы тоже становимся поношением для окружающих нас, для соседей наших, по смешищам, по руганиям у окружающих нас. То есть мы не чувствуем, что мы пользуемся какой-то популярностью у современников. Напротив. И Христос говорит, «Радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас, всячески неправильно злословить, имени моего ради». Потому что таким образом мы как бы с одной стороны разделяем судьбу древних пророков, которых тоже бесчестили и поносили, а с другой стороны судьбу самого Христа, которого бесчестили и поносили. Например, говорили, что он творит чудеса силой Вильзевула, князя Бесовского. И пятый стих, «Доколе, Господи, будешь гневаться до конца, будет пылать, как огонь, ревность твоя». То есть они как бы понимают здесь, что гнев Божий, он объясним, но не может же это бесконечно продолжаться. «Доколе, Господи, будешь гневаться до конца, будет пылать, как огонь, ревность твоя». Вот гнев Божий, он обусловлен божественной ревностью, а ревность — порождение божественной любви. Имеется в виду то, что со своих избранных Бог всегда спрашивает значительно строже, чем с других людей. И последнее гонение на церковь прямо сказано, что начаться суду Божию с Дома Божия. То есть сначала мир увидит грехи верующих, а потом обратит внимание, что у них тоже проблем хватает. «Пролей гнев твой на народы, не знающие тебя, и на царства, которые имени твоего не призывали. Но они съели Иакова и место его опустошили». Ну, как в 1812 году войска Наполеона напали на православную столицу. «Не помяни наших беззаконий прежних, скоро доявятся нам, доявятся нам щедроты твои, Господи, ибо мы весьма обнищали». То есть от поношения, от преследования, от издевательств верующие не чувствуют, как бы почву под ногами, а не как нищие, которые не могут найти для себя, применения. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени твоего, Господи, избавь нас и очисти грехи наши ради имени твоего». Что значит «ради имени твоего»? Имеется в виду, что если мы светим твое имя, мы прославляем твое имя, мы благоговеем перед твоим именем, стараемся в суе не произносить твое имя, то хотя бы поэтому, Господи, измени к нам отношения. «Пусть никогда не говорят язычники, где Бог их, и да будет ведомо среди язычников пред глазами нашими отомщение за пролитую кровь рабов твоих». То есть пусть те, которые нас гонят, они увидят отомщение. И мы помним, как рухнул государственный атеизм в нашей стране, и те, которые разрушали храмы, репрессировали верующих, они теперь со стыдом скрывают, что принимали в этом участие. Отомщение им воздано пред нашими глазами. «Пусть достигнет тебя стон узников, могущество мышцы твоей сохрани сынов умершвленных». «Могущество мышцы твоей сохрани сынов умершвленных». Давайте посмотрим, как это звучит по еврейскому тексту. «Да придет пред твое лицо стинание узника, как твоя раменница велика в живых, оставь смертников». То есть здесь речь идет о том, что они близки к смерти настолько, что их уже как бы называют умершими, но ты их можешь оставить живых. Но есть и другой смысл. «Пусть достигнет тебя стон узников, то есть они получат освобождение. Могущество мышцы твоей сохрани сынов умершвленных». То есть их уже освободить нельзя, они уже умерли, но Господь силен позаботиться о них и сохранить их в обителях своих небесных. «Воздай соседям нашим седьмикратно в недра их». А почему именно соседям? Потому что они знают нас. Они знают, что никаких преступлений мы не совершали, достойных такого сурового наказания. Феодорит Кирский пишет, «Заплати им бедствиями, всегда угрожающими, то есть как бы их зло вернется к ним, за поношение им, и их коим они поносили тебя». И окончание этого псалма «Мы же народ твой, и овцы паства твоей будем исповедовать тебя, Божий, вовек, в рот и рот возвещать хвалу твою». То есть несмотря на что, несмотря на то, что нас умершвляют, несмотря на то, что мы можем оказаться узниками, все-таки как народ Божий, мы его народ, мы верующие в него. Поэтому мы овцы, паства его. И Господь защищает нас, а мы будем вечно восхвалять его святое имя, вовеки, в рот и рот возвещать хвалу его. Субтитры создавал DimaTorzok